так значит мы с вами занялись так чуть-чуть коснулись всяких условных вероятностей условных энтропии вы мне даже задачку решили значит что нас интересует мы до сих пор как рассматривали сжатие данных нас не интересовали зависимости между случайными величинами а теперь у нас будет ящик который называется канал и у него будет вход x из буквы человек x маленькой будет выход y и нас будет интересовать взаимная зависимость этого x и y ну соответственно у нас с вами появляется теперь двумерное распределение вот эта вероятность того что на входе наблюдался x а на выходе y вот ну и стало быть распада это совместное распределение вероятностей символов на входе и на выходе пар символов для каждой пары символов у меня есть число вероятность этой пары ну и сумма этих вероятностей по всем иксам и игрокам она равна единице из этого всего можно изготовить два маргинала распределение px от x которая есть сумма по всем игрокам по всем игрокам вот из этого но это маргинальное распределение иксов можно изготовить маргинальное распределение игроков по игрок от игрок которые есть сумма совместных вероятностей p от x и игрок по всем иксам уже вот значит я вот как-то я тоже говорил но в прошлый раз я не не подчеркнула надо подчеркнуть что как только я изготовил по совместному распределению пар вот эту пару маргинальных распределений я тут же могу организовать вот какое распределение вероятности тут же у нас появляется возможность изготовить вот такое распределение вероятностей перемножить эти два маргинала px от x на py от y и забавно то что это будет тоже распределение вероятностей дело в том что если его просуммировать по всем иксам и по всем игрокам единица получится вот если я тут напишу двойную сумму по всем иксам и по всем игрокам то когда я стану суммировать по иксу это у меня вот эта единица выскочит а когда стану суммировать но это покороче это факторизуется в произведении сумм отдельно по иксу и отдельно по игроку мы каждая из этих сумм равна единице по той причине что это у меня распределение вероятностей это распределение вероятностей вот таким совместным распределением распределением вероятности обгадают такое совместное распределение наблюдается, имеет место быть, когда случайные величины x и y статистически независимы, то есть x сам по себе, а y сам по себе, и между ними нет никакой связи, вот, ну а в общем случае мы с вами ввели понятие условной вероятности p, y, x от y при условии x, и определяется она так, это совместное распределение p от x, y делить на p от x, то есть берем совместное распределение вот это и нормируем его на маргинальное распределение делим на p от x, у нас получается функция от y, которая, если ее рассматривать как функцию от y, то это распределение вероятностей, сумма по всем y равна единице, потому что если по всем y присуммировать, то в числителе получится p от x, и она вот с этим p от x сократится, и мы получаем с вами по y, как функции y, это некое распределение вероятностей. А как функция x, она, эта функция распределением вероятностей не является, это функция правдоподобия, то есть вот это условная вероятность функции двух перемен, а двух аргументов от y и x, и если ее рассматривать как функцию от y, это распределение вероятностей y при данном x, вот, а если ее рассматривать как функцию x, то она распределением вероятностей не является, ее то называют функцией правдоподобия. Если менять x, то мы, собственно говоря, получаем информацию о том, насколько правдоподобен y при данном значении x Вот если зафиксировать y и менять x, то если p это большое, то этот y весьма правдоподобен при заданном при этом x Но не более того, это распределением вероятности не является Ну и, соответственно, по симметрии мы можем с вами ввести условную вероятность xа при условии y как функцию от x и y От двух переменных, которая определена похожим образом p от x, y только делить на p от y Вот две основные формулы Эти формулы определяют нам так называемые условные распределения, условные вероятности Вероятность y при заданном иксе или вероятность x при заданном иксе Вот, ну и, стало быть, мы с вами в результате стали заниматься энтропиями вот этих распределений То есть, смотрите, при каждом конкретном иксе у меня y случайная величина, которая принимает какие-то значения И я могу озаботиться энтропией этой случайной величины То есть, написать что-то типа h от x Так, я там стал заниматься y Сейчас сотру Значит, энтропию случайной величины y при условии x маленькая При условии конкретного значения случайной величины x То есть, я сейчас зафиксировал вот этого икса и гуляю по y Y у меня меняется, и я имею функцию от y Эта функция является распределением вероятностей Я могу посчитать ее энтропию Это и будет энтропия случайной величины y при заданном значении случайной величины x Ну вот она считается стандартным образом Как сумма по всем y П от y при условии x На гогарифм П от y при условии x То есть, абсолютно ничего нового Я взял распределение п от y при условии x как функцию y И посчитал его энтропию У меня получилось то, что называют энтропией случайной величины y при заданном иксе Вот я хочу подчеркнуть следующее Что, смотрите, вообще говоря, вот эта энтропия y при заданном иксе Она никак не связана с энтропией y Есть еще маргинальная энтропия Энтропия вот этого маргинального распределения p от y У нее есть энтропия h от y И, собственно говоря, вот эта функция никак не связана Вот эта энтропия никак не связана с этой По той причине, что, смотрите, картина такая При некоторых иксах При некоторых иксах Распределение y может быть равномерным А при других иксах оно может быть сингулярным, вырожденным Такое, что один игрок высоко вероятен А прочие игроки имеют вероятность появления близкую к нулю То есть p от y к x это распределение, которое может сильно зависеть от x И энтропия этого распределения тоже может сильно зависеть от x И поэтому с h от y это, в общем, в целом это никак не связано Тем не менее, если ввести энтропию h от y Не при условии значения этой случайной величины А при условии просто этой случайной величины h от y при условии x Как среднее значение вот этой энтропии по всем иксам То есть сумма по всем иксам p от x На h от y при условии x Где h от y при условии x определено вот так, как оно определено Вот это называется энтропия случайной величины y При условии случайной величины x Ну и, стало быть, вот смотрите Если покопаться в ее определении То окажется, что это вот что Это, собственно, у нас сумма по всем иксам и по всем иксам Я хочу вот эту внутреннюю энтропию расписать вот по этой формуле У меня получится минус p от x На p от y при условии x Вот, я начал переписывать эту формулу На гагарифм p от y при условии x А вот в этом, вот том, что тут написано Глянувши на определение условных вероятностей Всякий увидит Вот эту штуку p от y при условии x умножить на p от x Это, на самом деле, совместное распределение То есть мы имеем с вами минус сумма по всем иксам и игрокам Их совместное распределение p от x и y Это вот это я заменил совместным распределением На гагарифм условного распределения p от y при условии x Ну и, собственно, первое, чем я хочу озаботиться Это проблема границ для условной энтропии Значит, мы сейчас с вами, исходя с места Покажем Что? Вот эта энтропия Случайной величины h от y При условии случайной величины x Она, во-первых, больше или равна нуля И, во-вторых, она меньше или равна h от y Вот В таких пределах заключено значение этой энтропии Ну вот первое Это я вам давал на дом Довольно примитивная теорема Смотрите Вот я смотрю на эту энтропию Она является средним значением Вот этих энтропий При фиксированном x Ну, по всем таковым x Но это же вот h от y при условии x Это просто энтропия Вот этого распределения А про энтропию мы знаем следующее Что она положительна Ну, то есть Вот эта вот величина h от y при условии x Это просто энтропия распределения y Которая получается при каком-то конкретном значении x Она положительна И она не превышает логарифм В m Где m это мощность вот этого алфавита Ну, вот напишу так даже не m А мощность алфавита y И значение 0 Она принимает только тогда Когда y вырожденное распределение Когда оно детерминированное Единичная вероятность в одном месте И нулевая вероятность во всех остальных местах Так что, видите, мы тут с вами имеем Среднее значение вот этих величин И каждая из этих величин Больше или равна нулю Положительно Ну, и поэтому это среднее тоже положительно А когда оно бывает равно нулю? А нулю оно бывает равно Только тогда, когда Это же не отрицательная случайная величина Поэтому вот это среднее нулевое При условии, что все вот эти срагаемые нулевые Если хотя бы из них отлично от нуля И этот x встречается с ненулевой вероятностью То у вас тут получится больше нуля Поэтому нуль получается только в одном случае Когда все вот эти энтропии равны нулю А так бывает, когда y фиксирован Принимает вполне конкретное значение И с вероятностью единица Но тогда это означает, что величины x и y Взаимнозависимы полностью То есть задание x полностью определяет y Для каждого x Вот можно так написать Для любого x Существует y Такой, что P от y При условии x Равно единице Вот тогда энтропия этого случайного Этого распределения Вырожденного равна нулю И все такие энтропии должны быть нулевыми То есть вот это неравенство мы обосновали Эта энтропия действительно всегда положительна И принимает она нулевое значение Только тогда, когда между y и x Есть жесткая функциональная связь То есть y есть некая функция Вполне определенная от x Вы задаете x, это вам однозначно определяет y Вот тогда условная энтропия равна нулю Y при условии x Во всех остальных случаях она положительна Ну а теперь я займусь выводом второй границы Меньше или равно h от y Значит давайте мы начнем вот с чего Ну и давайте с вами посмотрим На информационную дивергенцию Дивергенции Между двумя вот этими распределениями p от x и y Совместное распределение двух случайных величин Тут вот две чертверточки И распределением, произведением маргинальных распределений p от x на p от y Вот посмотрим тупо на такую дивергенцию информационную Которая, как мы знаем, определена так Это сумма по всем x и y p от x и y На логарифм отношения p от x и y Деленного на p от x Деленного на p от y Вот так я просто рассмотрел информационную дивергенцию Между совместным распределением двух случайных величин И произведением их маргинальных распределений Ну то есть который как бы предполагает Что случайные величины x и y независимы Вот и мы знаем, что у нас с вами эта дивергенция Она строго положительна И равна на нулю только тогда, когда вот эти распределения совпадают То есть когда p от x и y Равно произведению p от x на p от y То есть когда величины случайно статистически независимы Ну вот, а теперь давайте попробуем переделать это В условную энтропию Мне надо, чтобы Вот смотрите, вот моя условная энтропия Это p от x и y на логарифм p от y при условии x Ну, чтобы тут получился p от y при условии x Надо вот так объединить Вот так И это и будет логарифм Отношение p от y при условии x Поделить на p от y Вот Я просто вот это обвел в скобочку И по определению условной вероятности Вот отношение p от x и y Поделить на p от x Это и есть p от y при условии x Ну и далее вы имеете что? Значит, вот совместное распределение на логарифм это И вот это совместное распределение на логарифм этот Тот логарифм, который снизу дает h от y Это вот сумма p от x и y на минус логарифм п и y Это в точности энтропия y А это мне дает, числитель мне дает мою условную энтропию С минусом Потому что в определении энтропии участвует вот там минус А тут у меня плюс логарифм Поэтому надо написать минус h На y при условии x Ну и вот эта штука положительна Больше или равна нуля Откуда вытекает, что условная энтропия меньше энтропии h от y? Вот оно Уже показано Значит, я вот это переношу направо И получаю, что h от y при условии x меньше или равно, чем h от y Значит, вот такого рода энтропийные неравенства Они будут играть в наших ближайших построениях довольно важную роль Значит, я их формулирую так Что наложение условия снижает энтропию Вот у меня была случайная величина y И у него была какая-то энтропия Я наложил условия x И условная энтропия строго меньше, чем эта Когда вот тут имеет место равенство? Ну вот из этого рассуждения это совершенно понятно Равенство тут имеет место Когда случайные величины x и y статистически независимы Когда вот это равенство выполнено Произведение ПТ Ну то есть то условие, которое вы накладываете Статистически независимо от y Тогда энтропия не уменьшается А если вы накладываете какое-то условие x От которого y как-то зависит То энтропия от этого только уменьшается Ну вот так Вот это наш как бы ключевой основной результат И доказали мы ее совершенно примитивно Посмотрели информационную дивергенцию Между совместным распределением И произведением маргиналов Знаем, что эта дивергенция положительна И это и дает результат Заодно это дает условие Когда имеет место равенство в этой оценке Равенство имеет место Когда числитель и знаменатель одинаковы То есть у нас с вами случайные величины x и y Статистически независимы Значит, если у вас есть величина y И вы накладываете условия Которая статистически независима от y То энтропия не меняется Вот эта условная энтропия равна вот этой энтропии Иначе она только уменьшается Ну то есть при награжении условия Энтропия уменьшается И она уменьшается тем сильнее Чем это условие сильнее влияет на y В частности, когда условие x вполне определяет y То есть y есть функция от x а энтропия Снижается до нуля Вот у нас получается условная энтропия Как некая мера взаимной зависимости Между случайными величинами x и y Значит, получается так Что если y не зависит от x То это равенство выполняется А когда y зависит от x сильно То нижняя граница выполняется Ну вот так Вот, но дальше мне потребуется Обобщение этого неравенства На случай наличия третьей случайной величины Я его сразу напишу и поясню Оно просто получается Значит, смотрите h от y при условии x и z Вот я введу третью случайную величину Вот такую условную энтропию Но она больше или равна нуля, естественно И меньше или равно h от y при условии z Ну то есть я как бы вот у меня был y Он зависит от z y по-прежнему зависит от z Но я ввел дополнительное условие x Дополнительное условие От этого, вот эта условная энтропия Стала еще меньше Вот это, значит, доказывается-то как Вы просто должны посмотреть Ну вот Взять это неравенство при каждом Здесь у меня написано z большое Это случайная величина Надо взять это неравенство при каждом конкретном z Получится так h от y при условии x И при условии z равно z маленькому Ну вот какое-то z маленькое конкретное Если зафиксировать z Вполне конкретное То вы имеете обычную условную энтропию y При условии x z это просто параметр У нас есть совместное распределение y и x Которое получается при фиксированном z И мы для этого совместного распределения Построили условную энтропию Которая является функцией x от x и y А z это просто параметр И это заведомо меньше Чем h от y При условии z Ну это вот просто верхнее неравенство В которое буква z добавлена Можете эту букву вот тут подразумевать В качестве параметра При конкретном z При каждом конкретном z У меня есть совместное распределение p от x и y Ну вот у которого Оно было вот такое p от x, y, z Я его поделил на p от z И получил распределение p от x и y При вполне конкретном z Ну и дальше вот для этого распределения Я выписал стандартное в общем условие Что энтропия y безусловная При добавлении условия только уменьшается И вот она заключена в этих пределах Ну а дальше это все просто надо тупо усреднить по всем z Дело в том, что энтропия вот эта h от x и y при условии z Она же есть среднее значение энтропии h от x и y По всем возможным z Так мы определяем Ну и стало быть Поэтому если это неравенство выполняется При каждом конкретном z Оно выполняется и в среднем Поэтому вот в самом общем виде Это выглядит вот так Даже если у вас энтропия уже обусловлена на что-нибудь Путь добавления условия только снижает эту энтропию И не снижает оно ее в единственном случае Когда этот x Когда y Ну x статистически независим от y Тогда у нас с вами получается, что энтропия не уменьшается Вот две такие важные для нас энтропийные оценки Примитивная энтропийная оценка И обобщенная, так сказать, энтропийная оценка Где чисто формально добавлена еще некая случайная величина z Ну на которую как бы все обусловлено Вот так Ну вот, а теперь стало быть Давайте займемся цепными правилами В течение некого времени Мы сейчас с вами научились накладывать условия И увидеть, что от этого энтропия только уменьшается А теперь я захочу добавлять переменную Ну то есть я хочу сравнивать энтропию h от x И энтропию h от x y Которая получена добавлением случайной величины И вот их как-то надо научиться между собой сопоставлять Для этого надо посмотреть вот на что Вот смотрите Из этих формул Которые есть определение условных вероятностей Вытекает следующее Что совместное распределение p от x y Можно найти как распределение p от x На условное распределение p от y При условии x Чудесно А с другой стороны То же самое совместное распределение Можно найти как p от y На p от x При условии y Вот две формы совместного распределения через маргинальное и условное. Ну и глядя вот на эту формулу, например, если от нее посчитать логарифм и его усреднить вот по этому распределению, получится так, что у логарифм вот этого произведения есть сумма логарифмов. Ну и у меня кажется следующее, что совместная энтропия h от x и y, энтропия совместного распределения, есть энтропия h от x плюс условная энтропия h от y при условии x. Это просто потому, что когда я тут посчитал логарифм, у меня стало так. Вот я взял и посчитал тут логарифм, у меня получился логарифм p от x плюс логарифм p от y при условии x. И когда я это дело усреднил по всем x, это вот слегаемое дало мне вот эту энтропию, а вот это слегаемое дало мне условную энтропию. Вот так. Ага. А вы не можете просто профинировать, что ты у вас не прогрессируешься? Я это и сделал. Ну, нет, это усреднение. Усреднение логарифма. Вот я считаю энтропию как сумму p от x и y от этого логарифма по всем x и по всем y. Ну, с минусом, правда. Вот и все. У меня вот это будет энтропия h от x, а вот эта сумма даст энтропию h от y при условии x вон согласно нашему вот этому определению. Так что вот эти формы представления, они называются цепные правила. Они определяют совместную вероятность, совместное распределение через маргинальное и условное. Ну, и, значит, поскольку цепное правило имеет форму произведения, то когда берешь при счете энтропию, вот, берешь логарифм этого, то у тебя получается сумма логарифмов. И первое слегаемое в этой сумме дает энтропию h от x, а второе слегаемое в этой сумме дает энтропию h от y при условии x. Ну, а с другой стороны, поскольку это все симметрично, это же можно представить как h от y плюс h от x при условии y. Вот так. Ну, вот это мы связали между собою. Смотрите, что мы сделали. Мы связали между собою энтропию совместного распределения и энтропию маргинальных распределений. И видно, что они отличаются на энтропию условных распределений. Поэтому отсюда следует такая вот оценка, что энтропия совместного распределения x и y, она, видите ли, больше или равна с одной стороны h от x, а с другой стороны она больше или равна h от y. Потому что она получается из h от x или h от y добавлением вот этой условной энтропии, которая, как мы знаем, не отрицательна. Она больше или равна нулю. Так что имеет вот такие места оценки. Значит, я их интерпретирую так, что добавление случайной величины в определении энтропии только увеличивает ее. То есть энтропия совместного распределения больше энтропии каждого из маргиналов h от x и h от y. И равенство достигается известно когда. Оно достигается, когда вот эта условная энтропия равна нулю. То есть когда h от x и y равно h от x. А ровно тогда, когда вот эта условная энтропия нулевая. А так бывает, когда y функционально связан с x. То есть когда вы в энтропию добавляете новую случайную величину, от этого она растет. Вот была энтропия h от x, стала вот эта энтропия. Она больше, вообще говоря. Но она не больше, а равна только тогда, когда то, что вы добавили, функционально зависит от x. То есть каждое значение случайной величины x вполне определяет y. То есть y предельно зависимо от x. Тогда добавление ее туда ничего не значит. И стало быть вот оно так. Так что вот смотрите, у нас получается так. Что добавление случайной величины в условия снижает энтропию. А добавление случайной величины как бы в числитель, оно энтропию повышает. Вот у нас будут два другие важнейшие энтропийные неравенства. Одно из них вот такое. h от xy, ой, от xy, больше или равно h от x. Ну или h от y в том числе. И равенство тут выполняется, когда y зависит от x детерминированно, либо когда x от y детерминированно. Вот. Ну и стало быть обобщение этого всего, мы перенесем это на случай условий. Добавим условие еще. h от xy при условии z. Оно больше или равно h от x при условии z. Или оно же больше или равно h от y при условии z. Значит добавление условий ровно ничего, никакого доказательства не требует. Смотрите, при каждом конкретном z, вот когда я зафиксирую какое-то z маленькое, и подставлю его везде, то у меня получится вот верхнее условие просто с индексом z, как бы. Я рассматриваю распределение вероятности x, y при фиксированном z. То есть вот смотрите, у меня есть распределение p от x, y, z. Я z взял, зафиксировал, z 0. Получилось распределение p от x, y. Его сумма, правда, не равна единице, но я должен поделить на p от z 0, и буду я иметь распределение p на x и y. Вот это, так сказать, распределение вероятностей p от z 0 от x и y. И при каждом таком конкретном z 0, вот который тут стоит, z 0, z 0, z 0, я имею стандартное неравенство для вот этого совместного распределения, что энтропия совместного распределения больше или равно энтропии вот этого маргинального или вот этого маргинального. Ну то есть это неравенство выполняется при каждом z 0. А следовательно, оно и выполняется и в среднем. Дело в том, что вот эта энтропия при условии z, это есть среднее значение по всем z 0, энтропии при конкретном z 0. Так мы определили условную энтропию. Поэтому если она выполняется для каждого z 0, она выполняется и в среднем, поэтому добавление условия, ну вот, сохраняет это неравенство, так сказать. Вот это важнейшие для нас энтропийные границы, которыми мы будем широко, ну, некое время пользоваться. Они нам нужны для доказательства теорем кодирования для канала. Вот. Ну, а теперь я займусь вот чем. Значит, займусь я... Ну вот, мне хочется еще пару слов сказать про цепные неравенства, цепные равенства. Значит, смотрите, ребятки, вот это цепное правило, которое я тут написал, оно имеет далеко идущее обобщение. Вот когда у меня есть p от x1 и так далее, xn, t, н-мерное распределение, то смотрите, как я с ним могу разобраться. У меня есть маргинал p от x1. Я один. Я его умножу на p от x2 при условии x1. И это я получу совместное распределение p от x1, x2 по цепному правилу. Вот это. Тогда я его умножу на p от x1, x2... Нет. Сейчас тряпку возьму. Что-то мне этот маркер плохо пишет. Сейчас разберемся. Значит, тогда я это дело дальше умножу на вероятность x3 при условии x1, x2. И я получу, смотрите, что p от x1, x2 на p от x3 при условии x1, x2. Вы сейчас начните считать, что x1, x2 это случайная величина, единая, которая просто вот имеет две координаты. И мы с вами имеем, что p от x1, x2, x2, x3 умножено на условное распределение этой при условии этих двух. И это на самом деле p от x1, x2, x3. Это совместное распределение трех случайных величин. Ну, а дальше вы это умножите на p от x4 при условии x1, x2, x3. И получаете совместное распределение четырех случайных величин. В итоге у вас вытанцовывается вот такая формука. Что вот это совместное распределение можно по цепочке разражить любым способом. Например, p от x1 умножить на p x2 при условии x1, на p от x3 при условии x1, x1, x2 и так далее. И так далее, и так далее, на p от xn при условии x1 и так далее, xn минус первое. Вот я разражил совместное распределение по цепочке, выразил его через маргинал и условное распределение следующей случайной величины при условии предыдущей. Вот это обобщение цепного правила. Значит, если его использовать в определении энтропии, то окажется, что энтропия совместного распределения h от x1 и так далее, xn, t, она факторизуется в сумму. Ну, смотрите, какая тут гогарифмы стану считать. Вот, если я захочу посчитать эту энтропию, я должен буду считать минус сумма p на гогарифм p. Ну, вот по всем комбинациям x1 и xn. Вот, когда я стану гогарифмировать эту вероятность, она рассыпется в сумму гогарифмов. И у меня получится, что это есть энтропия x1. Это даст вот этот первый гогарифм. Плюс энтропия от x2 при условии x1. Ну, и так далее. Плюс, и так далее. Плюс энтропия xn при условии вот x1 и так далее, xn минус 1. Вот это все рассматриваем как единую случайную величину, которая вот такая уродская, что принимает такие векторные значения. Бывают же случайные величины, которые принимают векторные значения. Значит, у нас с вами есть условная энтропия вот этой случайной величины, энтой, при условии всех, что предыдущая случайная величина вот эта, принимает, ну, вот такие вот значения. Вот это цепное правило для вероятности и цепное правило для энтропии. Оно довольно тривиально связано с тем, что когда вы гогарифмируете, то у вас все рассыпается, произведение рассыпается в сумму. И получается, что энтропия совместная равна сумме энтропии. Ага. Где у тебя дивергенция? Да ничего, я просто это, это я П написал так неаккуратно. Это я просто вам пояснил, что я стану, когда я стану считать эту энтропию, у меня появится сумма П на гогарифме П, где П это вот это вот. Я не стал писать аргументы П от Х1, ХНТ. Вот. Ну и стало быть, когда вы вероятность эту станете гогарифмировать, то получится, что она фактами рассыпется в сумму, вот этих, в сумму. Ну и каждый из этих срогаев отдаст соответствующую условную или вот эту маргинальную энтропию, безусловную. То есть вот это цепное правило для энтропии. Причем, обратите внимание, что вот это рассыпание можно вести в любом порядке. Можно их как угодно перемешать. Скажем, можно начать с H от ХНТВ, потом написать плюс H от ХН-1 при условии ХНТВ. Это тоже работает. Ну, то есть я фиксирую эту случайную величину, потом задаю условную вероятность этой при условии предыдущей. Наконец-то у меня останется энтропия Х1 при условии всех предыдущих. И порядок, в котором вы это факторизуете в цепочку, несущественен. У вас просто получается всякий раз условная энтропия какой-то случайной величины при условии каких-то других. Вот. Ну и, стало быть, вот поэтому это цепное правило, оно многообразно. Вот. Значит, здесь можно сказать еще такие слова. Вот. Вот это неравенство, оно используется как в определении понятия энтропии источника, удельной энтропии источника. Ну вот, смотрите, вот стоит у меня источник и шлепает буквы из некого алфавита. И мне нужна энтропия. Значит, вот как ее формально следует посчитать, энтропию источника? Для этого надо взять n блок символов и посчитать его энтропию. h от х1 и так далее, хн. Вот. Это будет энтропия блока выходных символов длиной n. Ну и надо поделить ее на n, где n длина блока. И вы получите некую оценку энтропии на символ, на один символ источника. Ну а потом это все надо посмотреть предел, лимит, при n стремящемся к бесконечности. И так вот вы найдете, если этот предел существует, то он дает энтропию вашего источника на символ. И в нем фигурирует все возрастающие размерности, вот эти совместные распределения вероятностей. А теперь смотрите, как это выглядит на языке условных вероятностей. У вас тут числитель стоит. Ну вот это ужасная сумма. Значит, лимит я пока сотру. Стоит тут h от х1 плюс h от х2 при условии х1 плюс и так далее h от хн при условии всех предыдущих х, хн минус 1, х1. Ну и вот смотрите, в общем, с большой долей, так сказать, правдоподобия, можно предположить, что если эта случайная величина не сильно вырождена, то вот эта условная энтропия, она перестает зависеть от очень далеких символов. То есть символ х1, вот первый, он вряд ли сильно повлияет на хн при большом n, когда длина брока стремится к бесконечности. То есть можно предположить, что здесь вот это условие можно обрубить. В зависимости, скажем, от десятка предыдущих символов или от ста предыдущих символов. И тогда у вас получается, что при делении на n, видите ли, только вот эти условные энтропии, при делении на n при n стремящемся к бесконечности, вот эта энтропия будет стремиться к нулю, вот эта энтропия будет стремиться к нулю, и только вот это начнет линейно расти. Ну и поэтому, в общем, оказывается, что второе альтернативное определение энтропии источника, оно может быть вот так сформулировано. Это энтропия ха, хн-товая, ну при условии, что х1 и так далее, хн-1, ну вот при достаточно больших n, при n стремящемся к бесконечности. То есть энтропия условного распределения, вот такого, достаточно многого, где n-тый символ зависит от достаточно большого брока предыдущих символов, она стабилизируется, и ее значение и дает среднюю энтропию на букву, так сказать, вашего источника. Ну это привык... А? А? Ага. Ну да, ну да, идея простая, дело в том, что вот этот... Вот смотрите, если у вас этот брок ограничен, то все следующие срагаемые будут такого типа, они будут одинаковые, они будут зависеть от десяти предыдущих символов, и не более того. Миллионные, миллион шестое, все от десяти предыдущих, они все будут одинаковые. И поэтому, когда вы на n станете делить, только вот эта энтропия не устремится к нулю, и вот это все, что хвостик, оно поделится на n, на число букв, и устремится к нулю с ростом n. И только вот этот кусок обеспечит вам стремление к едини... Ну вот здесь количество таких энтропий будет расти с ростом n, и отношение количества этих энтропий к n, оно стабилизируется на единичном уровне. Поэтому на самом деле вот эти два определения, они в значительной мере эквивалентны. Ага. Да кто же его знает? Нет, я сейчас... Давайте мы... Я не хочу касаться этих вопросов, проблем сходимости. Мы уйдем в теорию случайных процессов довольно далеко. Давайте считать, что так или иначе, ну, это как-то... Для тех моделей, которые мы рассматриваем, будем рассматривать, тут никаких проблем не возникает. Ну, дело в том, что это отдает схогастикой, проблема существования этого предела, она тут же уведет в теорию вообще случайных процессов. Значит, поэтому энтропия источника, она вот так определяется. Либо это h от x1, xn, t, поделить на n, и предел при n стремящемся к бесконечности. Либо это h от xn, t, при условии x1, xn-1. И это в значительной мере одно и то же. Если n достаточно велико. То есть, либо средняя энтропия на букву, может быть, в общем, сводится к энтропии этой буквы при условии всего, ну, большого брока предыдущих букв. Важно, что этот брок конечен. Вот. Поэтому... Ну, вот когда он конечен, когда вот в этой цепочке, вас ее можно оборвать, скажем, тремя предыдущими символами. Ну, вот самое простое. Это марковская цепь, скажем. Когда у вас есть p от x1 умножить на p x2 при условии x1 на p от x3 при условии x2. Видите, x3 не зависит от x1. Оно зависит только от предыдущего символа, от x2. Ну, и дальше p от x4 при условии x3. И вот это называется марковская цепь связанности 1, где каждый следующий символ зависит только от ближайшего предыдущего. Ну, тогда вот в этой цепочке просто получится так, что энтропия вот этого... Это же вот то, что я написал, это энтропия совместного распределения. Это просто совместное распределение x1, x4. Вот. Энтропия его. Есть сумма вот этой энтропии и сумма трёх одинаковых энтропий. Вот. Ну, и стало быть, когда я поделю это дело на 4, вот это войдёт с коэффициентом 1,4, а эта вот энтропия войдёт с коэффициентом 3,4. Ну, и когда n большое, то она войдёт с единичным коэффициентом, а это с нулевым. Ну, то есть, оказывается, что вот энтропия на букву марковского процесса, вот такого, единичной связанности, вот она и есть энтропия вот этого условного распределения. Потому что эта энтропия уже ни на что не влияет в большом. У вас получается одна вот эта энтропия и много-много вот таких энтропий. Безумно много. Вот. Ну, вот так. Вот это вот цепные правила. Хорошо. Ну, а теперь мы с вами сейчас введём самое главное для нас понятие условную взаимную информацию между входом и выходом канала. Собственно говоря, мы о ней уже говорили что-то. Взаимная информация – это и есть разница. Ну, сейчас я нарисую. Значит, смотрите. Картиночка такая. Так. Есть у меня как бы, есть у меня как бы канал. И вот у него есть входы х и выходы у. И есть совместное распределение p от y и x. p от y и x. Это, каждое это число даёт вероятность того, что пока много передавалось символ х, а был получен символ х. Ну, я вас научил, что из этого всего можно построить два маргинала p от x, p от y. Их перемножить. И построить p от x умножить на p от y. Ну, то есть распределение вероятностей двух независимых случайных величин с теми же самыми маргиналами. Вот смотрите. Тут на что надо обратить внимание? Это интересный момент. Вот совместное распределение вполне определяет маргинальное. Вот это совместное вполне определяет маргинальное. Но маргинальное распределение совершенно не определяют совместное. Вот я вам это так поясню. Совместное распределение это матрица. Вот по этой оси у меня x, по этой оси у меня y. И тут написано p от x и y. Если это n значений и n значений, то всего n квадрат вероятности. А маргинала это вот что. Это сумма по строкам в количестве n штук. И сумма, вот сумма по строкам все свалены вот сюда. А сумма по строкам все свалены вот сюда. И это у меня распределение p от x. Нет, это распределение p от y, а это распределение p от x. Их всего 2n. Вот. И поэтому маргиналы отнюдь не определяют устройство этой матрицы. То есть существует ужасно большое количество распределений, которые имеют одинаковые маргиналы. маргиналы. И вот что характерно, и что для нас важно, это то, что в классе вот этих распределений существует вот такое всегда произведение маргиналов. Ну, то есть, когда p от x и y равно p от x на p от y. Это валидное, нормальное распределение вероятностей, вот, двумерное. и оно дает независимые, статистически независимые случайные величины. Вот. Ну, вот так. Ну, и стало быть, вот теперь мы с вами определяем взаимную информацию между входом и выходом. Я сначала сформулирую формальное определение, а потом займусь обсуждением этого определения. Значит, взаимная информация между входом и выходом это i. Она вот так обозначается. Information между x и y. Функции симметричные, x и y можно представлять местами. Это и есть, ребятки, информационная дивергенция, вот та самая, между совместным распределением p от x и y. Две косы. И вот произведением маргинальных p от x на p от y. Вот такая вещь называется взаимной информацией. Величина, играющая ключевую роль, мы сейчас ее по-всякому обсудим. Она устанавливает связь между входом и выходом в степень зависимости входов от выходов. Ну вот. Значит, давайте ее по-всякому распишем. Я сейчас сейчас просто тупо повторю определение дивергенции. Это сумма по всем x и y. П от x и y на гагаррифм. П от x и y поделить на п от x и на п от y. Вот. Собственно, это уже было выписано один раз. На самом деле, мы ее использовали при доказательстве границы сверху для условной энтропии. А теперь мы ей придали некий overriding competence. Ну и, стало быть, давайте ее можно представить через энтропию в целых трех формах. Смотрите. Во-первых, это энтропия x, энтропия y. Я вот этот гагаррифм раскрою. Получится гагаррифм минус гагаррифм px минус гагаррифм py плюс гагаррифм p от xy. Поэтому эта штука, она предстает вот в таком вот виде. Это h от x плюс h от y минус h от xy. Вот просто вот из этого определения я вот этот гагаррифм раскрыл как гагаррифм p минус гагаррифм вот этого p минус гагаррифм вот этого p. Эта сумма дала мне h от xy с минусом, это сумма дала мне h от x, это сумма дала мне h от y. Так что взаимная информация между входом и выходом это разность между суммой энтропии маргинальных распределений и совместной энтропии. Эту же штуку можно написать иначе. Вот смотрите, вот это отношение p от x, y поделить на p от x. Это, ребятки, p от y при условии x. Поэтому эта же штука равна h от y минус h от y при условии x. Вот. Ну вот, если хотите, h от x, можно это формально вывести, что h от x, y это есть h от x по цепному правилу, плюс h от y при условии x. И если это вот сюда подставить, то h от x сократится и получится, что это есть h от y минус вот это. Вот. Так что по-всякому. Вот. Ну, а если вот так-то объединить, то вот это получится отношение, это p от x при условии y. p от x при условии y. У вас получается еще одно представление для взаимной информации. это энтропия x. x только тут. Отнять энтропию x при условии y. Так что вот мы с вами ввели взаимную информацию, как величину, характеризующую некую связь между x и y, между входом и выходом канавы. Я сейчас попытаюсь ее пообсуждать. Значит, вот смотрите, как это выглядит с позиции обсуждения применительно к каналу связи вот в этой модели. Так. Ну, это можно стереть. Ну, я просто тремя вариантами представил это через энтропию. А? Да. Можно заняться факторизацией вот этой энтропии по разному способу, по цепному правилу. Как h от x плюс h от y получается вот это. Либо h от y плюс h от x при условии y. Получается вот это. Ну, то есть взаимная информация это штуковина, которая определена формально как вот эта дивергенция. И она ими выражается через эту энтропию. Условные, безусловные, совместные. Вот тремя способами. Ну, вот, кстати, вот из этого условия следует, что она симметрична. Что она при перестановке x с y не меняется. Ну, потому что вот это условие симметрично. Энтропия совместного распределения естественно не меняется при перестановке букв. Вот. Так что это симметричная функция. И вот я ее хочу сначала проинтерпретировать, а потом немножко заняться границами для нее и так далее. Значит, вот смотрите. вот у меня имеется канал channel, по которому передаются буквы x, а получаю я отсчеты на выходе канала y. И у меня свойства канала заданы матрицей переходных вероятностей p от y при условии x. Смотрите, при каждом конкретном символе x0 на входе я имею тут распределение вероятностей p от y при условии x0. Вот оно как-то тут размазано по всем возможным игрокам. Когда передается символ x0, на выходе я могу получать разные игроки вот с такими вероятностями. Вот матрица переходных вероятностей p от y при условии x. Она мне задает характеристики канала. И вот смотрите, какая картина. Сижу я на выходе этого канала и моя задача делать какие-то выводы о том, что передавалось. Что я знаю до того, как я что-либо на выходе канала видел? Я знаю распределение букв. У меня есть вероятное какое-то представление о распределении вероятности передаваемых символов. Ну и об энтропии этого распределения h от x. То есть я сейчас концентрируюсь вот на этом определении условной пропускной способности и буду пытаться его интерпретировать. Получается так. Интерпретация это такая. Входящие сюда h от x это есть мое представление об x до того, как я что-либо на выходе пронаблюдал. Вот ничего я не знаю про выход, ничего не наблюдал, но знаю, что x встречаются с таким вот распределением и у них есть вот такая вот энтропия. это мое доопытное, как говорят, априорное представление о реальности, о том, какие x были. А потом я пронаблюдал некое y на выходе. Вот смотрите, и у меня на выходе вот пронаблюдал я какой-то y конкретный y0. И у меня на выходе появилась оценка p от x при условии y0. вот она фигурирует вот в этой условной энтропии p от x при условии y0. Она на самом деле, ну это просто условная вероятность x при условии y, она построена из совместного распределения. Вот смотрите, картина такая. Мы еще займемся байесовским оцениванием, но чуть попозже. А пока я попробую вам это прояснить. Значит, картин такая. Вот был у меня канал, была у него матрица переходных вероятностей. Это характеристика канала. Если я к тому же волевым образом задам некое распределение p от x, то я получу совместное распределение p от x y помножив p от x на p от y при условии x. Вот p от x это распределение вероятности символов априорная, а это переходные вероятности, вероятности игроков при данных иксах. Вот это произведение дается мне совместное распределение вероятности, о котором я и мечтаю. Зная его, я могу строить все, что угодно. Зная совместное распределение, я могу, например, построить p от y при условии x. Ну, вернее, я хочу сказать p от x при условии y. Я его построю вот так, я p от x y, вот так определенное, как сверху, поделено p от y, в которой есть просто маргинал, ну, вот, если хотите, p от y, это есть сумма p от x y по всем x. Вот это условная вероятность x при условии y. Формулируется это так, это есть p от x на p от y при условии x, это в числителе, поделить на p от y. вот, вот эта величина называется апостериорное распределение, то есть, смотрите, можно так думать, что мы с вами занимаемся, вот эта формула, она лежит в основе целой теории, она называется теория байесовская, формула байеса, и вот она имеет красивую интерпретацию, вот такую. Это я вам просто рассказал, как, зная матрицу переходных вероятностей и характеристики канала, и зная, сделав некое предположение относительно вероятностей на входе, посчитать совместное распределение, а по нему, этому совместному распределению, посчитать вот это условное распределение x при условии y. Значит, когда у вас задан p от y при условии x, вы вычисляете p от x при условии y. И вот тут получается вот такая вот красивая формула, формула Байеса. p от x при условии y, и это есть p от x на p от y при условии x, поделенное на p от y. Ну и вот, вот эта формула, формула Байеса, она лежит в основе теории статистического оценивания. Значит, вот я пытаюсь эту теорию вам изложить на вот этом примере. Значит, задача такая, я должен оценивать передаваемые по каналу символы x, наблюдая вот эти наблюдения. Мне известна матрица переходных вероятностей канала, вот то, что тут стоит в числителе. Еще я должен сделать какое-то предположение относительно априорного распределения. Вот это априорное распределение, это то, я знаю до опыта. И это мне позволяет посчитать вот это условное распределение p от x при условии y. Оно состоит вот из этих распределений. Для каждого конкретного y, y0, у меня рождается некое p от x при условии y0. Тайный смысл, это называется апостриорное распределение вероятности, распределение после опыта. Значит, у нас получается так, что до того, как я что-либо на выходе пронаблюдал, у меня было представление о том, что x распределены вот так, в соответствии с p от x, вот этим вот, которые в числителе. Это до опыта. А опыт, состоящий в наблюдении y0 на выходе, он мне дает p от x при условии y0. Вот это мое априорное представление о распределении вероятности символов, а это послеопытное, апостриорное распределение. Ну и, собственно, смысл наблюдения y состоит только в том, что я вот от этого распределения перехожу к вот этому. Ну и вот обычно надежда-то на что? Что у вас, вот считайте, что у вас по этой оси идут иксы какие-то, ну и есть априорное распределение, оно какое-нибудь вот эдакое. Ну, то есть, вы знаете, что эти иксы распределены в каком-то диапазоне вот от этого до этого и примерно равновероятно. Значит, когда вы пронаблюдали y, у вас вот это p от x сменилось, вот это p от x у вас p от x сменилось вот p от x при условии y0. И вот хочется вот это p от x при условии y0 конкретного y, чтобы это распределение стало остреньким. и тогда вы сможете принять хорошее решение относительно переданного символа где-то вот в этом диапазоне. Так что вот Байесовская теория оценивания она на этом и базируется. Она применима не только к каналам, она применима к многим, так сказать, вещам. Это, в общем, теория оценивания. Есть у вас некая оценивая величина, вы ее наблюдаете на каком-то выходе, но и с искажениями. p от y при условии х у вас задает характеристики вашей экспериментальной установки. Распределение вероятностей наблюдения при заданном значении наблюдаемого. Вот. Это вот функция правдоподобия. Значит, вы вычисляете, наблюдаете какой-то y, и вот по этой формуле Байеса вычисляете апостериорное распределение вероятностей. p от x при условии конкретного y. Ну, вот так. Мы еще к этой теории вернемся, но пока это интерпретация взаимной информации. Значит, смотрите, картина такая. До того, как я что-либо пронаблюдал, у меня было представление о том, что x распределены вот так, и у них была энтропия h от x. Когда я на выходе пронаблюдал конкретный y к 0, у меня появилось апостериорное распределение p от x при условии y к 0. Вот то самое, которое вот это. И у него энтропия вот такая. Так вот, то, что мы тут с вами наблюдаем, вот это, h от x минус h от x при условии, смотрите, вот эта разность, это степень ухудшения, улучшения моей осведомленности. Смотрите, в начале, до того, как я y пронаблюдал, у меня относительно x не было неизвестно ничего, энтропия h от x была большой. А вот это наблюдение позволило мне неопределенность относительного x снизить вот на эту величину. Так что взаимная информация это и есть степень снижения неопределенности относительно входа ну вот при данном y, а когда это все усреднишь по всем y, то получается, что это средняя снижение, ну то есть, если это все еще эта же энтропия при конкретном y, ее надо усреднить по всем y, и получается как раз h от x минус h от x при условии y. Вот эта величина взаимной информации между x и y она дает мне, так сказать, среднюю полезность наблюдения. Наблюдение полезно в той мере, в которой оно снижает мою неопределенность относительно символа на входе. До того, как я что-либо наблюдал, вот такова была неопределенность, а после того, как я понаблюдал, вот такова неопределенность стага в среднем по всем наблюдениям. И вот эта разница она мне дает и дает взаимную информацию между y и y. Вот эта величина надо для нас будет играть в определенном мере ключевую роль, ну и стало быть сейчас я на ней остановлюсь. Вот. Значит так, все просто, через взаимную информацию я тут же уведу про понятие пропускной способности и дальше будем вычислять эту пропускную способность и доказывать теорема кодирования. Здесь немного осталось мне. Да. Значит, на самом деле мы будем характеризовать каналы, я веду к алгебраической теории кодирования. Мы будем характеризовать каналы некой константой, которая называется capacity, пропускная способность. Вот эта пропускная способность есть максимум взаимной информации по всем возможным распределениям на входе. Сложное довольно определение, но что есть, то есть. И оказывается, вот как я вам сам обещал в начале, что у нас будут скорости передачи данных, вот будет пропускная способность канала c, и значит при скоростях меньше c мы будем, это вот у нас вероятность ошибки, тут мы будем обеспечивать нулевую вероятность ошибки, а тут она будет велика. В этом суть. Я вот к этому веду. А так, пока это все немного скучновато, но тем не менее, вот эта концепция взаимной информации, она нам важна. Вот. Ну, и стало быть, чего я хочу о ней сказать? Я вам хочу нарисовать вот такую картинку. Вот смотрите, это все очень хорошо постигается вот по-моему на такой вот картиночке. Значит, смотрите, вот у меня есть комбинированные векторные случайные величины x, y, и вот это я нарисую его энтропию, h от x, y. Прекрасно. В виде вот этого ящика. А дальше я эту энтропию разобью вот на этом ящике, на энтропию x, а вот он h от x, и h от y при условии x. это цепное правило. Я по цепному правилу совместную энтропию разбил на маргинальную и условную. И это можно сделать двумя способами. А можно еще ввести энтропию h от y вот эту вот, и h от x при условии y. Значит, я воспользовался тем, что h от x y, написано где-нибудь, h от x y можно представить тремя способами, двумя способами. Как h от x плюс h от y при условии x, и как h от y плюс h от y от x при условии y. Вот так. Ну и стало быть, вот теперь смотрите, что такое взаимная информация. Взаимная информация это ровно вот этот геп. Вот он, вот эта площадь. Это есть и между x и y. И вот смотрите, вот три ее определения. Значит, чтобы ее посчитать, надо h от x прибавить h от y, при этом вот это пересечение и отнять h от x y. Вот смотрите, когда я h от x прибавлю h от y, у меня вот это пересечение войдет дважды. И когда я вычту h от x y, оно один раз вычтется. Все обнулится, вот это обнулится, вот это обнулится, и пересечение. И останется взаимная информация. Иначе говоря, вот это пересечение можно посчитать. Вычте из h от x, вот оно у меня h от x, h от x при условии y. Вот оно h от x, вот оно h от x, вот h от x при условии y. Когда ты отнимаешь это, получается вот это проще пересечение. Или то же самое можно посчитать вот от этого, отняв вот этот кусочек. Вот это взаимная информация, симметричная штука. Это, ребятки, мера согласованности, мера зависимости случайных величин между собой. Вот конкретно я вам попытался объяснить, это мера улучшения моей информированности о входе по результатам наблюдения выхода. Если взаимная информация равна нулю, то наблюдение выхода бессмысленно, я не получаю никакой дополнительной информации о входе. а если она велика, ну, тогда получаю. Вот так. Ну и, кстати, тут еще можно ввести меру взаимной случайности. Вот смотрите, а все остальное, вот это и вот это, можно запихнуть в меру взаимной случайности. тоже симметричная функция, вот так определяется рандомнесс от x и y. И она равна вот этому плюс вот это, то есть h от x при условии y прибавить h от y при условии x. Это мера зависимости случайных величин, а это мера независимости случайных величин. То есть, смотрите, ситуация такая, когда у вас x и y статистически независимы, то h от y при условии x тогда просто равно h от y. То есть, это все факторизуется в сумму и вот это становится равным h от x, а это становится равным h от y. И, стало быть, у вас получается, что вот эта мера случайности максимально возможна. А когда эти величины детерминированно связаны, то вот эта условная энтропия нулевая и вот эта условная энтропия нулевая и степень случайности равна нулю. Ну вот, на применении энтропийных границ очень хорошая задача вот какая. Вы мне, пожалуйста, попробуйте к следующему разу показать, что вот эта энтропия на самом деле является метрикой на множестве случайных величин. евклидовой метрикой. То есть выполнено условие треугольника. r от xy xy меньше или равно r от xz плюс r от zy метрик. О! Ну, типичная неравенство треугольника для метрики. Меры взаимной случайности randomness random это вот взаимная информация это взаимная случайность. Ну и стало быть вот, пожалуй, все. Это вам домашнее задание. Вот. Ну и стало быть в следующий раз мы займемся байосовским оцениванием и посмотрим как избавиться к оцениваниям и мы свяжем вот эту самую взаимную информацию с вероятностью ошибки. И уже будем доказывать обращение теоремы кодирования. Все у меня на этом сегодня. Больше не стоит.